друзья приветствую вторая часть посылки от евгения из мурманска сейчас я покажу вам так эту бумажку вы уже видели в ролике про вот масло газпром премиум c3 540 там были два автомобиля бмв x5 40d и 30d с одинаковым мотором может сказать одинаковым вот но разными исполнениями в данном случае ролик будет про g energy synthetic актив 530 из автомобиля toyota land cruiser prada 120 тоже с 3-х литровым дизелем ну давайте посмотрим значит повтор опять эти баночки 2 со свежим и 3 с отработкой так данное масло я уже проверял эталон у меня уже был сейчас я напомню интересный момент первый раз эталон когда я создавал с ними сейчас и сравню вот прибор захотел проверить частоту окон измерить фон значит первый раз когда есть создавал эталон прибор у меня показал 12 1 щелочное очень высокая и кислотная 149 достаточно низкая для для такого щелочного но я тогда не правил тогда он сам не показал и мне показалось цифры очень достоверно и сейчас я вот сравню этот образец смотрите по присадкам 96 процентов и посмотрите кислотная выше 173 а щелочное меньше как раз такая прямая взаимосвязь этих двух величин чем ниже кислот щелочное чем тем выше кислотная то есть здесь я могу сделать однозначный вывод или это изменена рецептура или в прошлом просто накосячили туда на я не знаю там кольце насыпали слишком много вот но скорее всего изменена рецептура с этим сталкивался уже вот в газпром премиум c3 как раз из этой я нашел три официальных официально заявленных параметра щелочного 7 7 7 и 6 7 и 4 и в итоге когда появился допуск sp71 ну и вот значит автомобиль трехлитровый дизель 1кд 163 сила объем масляной системы 7 литров 311 тысяч километров 4000 на данном масле посмотрите что намерил прибор 74 процента по присадкам сажи 60 процентов здесь видите 80 процентов города в принципе как и в бмв но здесь видно похуже топливная работает потому что к 160 примерно моточасам уже здесь 60 сотых процента посмотрите выросла на кислотное 353 и но незначительно в принципе упала щелочное до 9 остальные показатели в общем-то все в норме гликоля нет мотор работает неплохо но вот единственный момент что может быть уже такая чуть-чуть чуть-чуть самую малость топливная похуже чем например в бмв 30d из прошлого вот видео но хочу отметить что вот эти показатели это в сравнении я не стал создавать новый эталон хотя сейчас я понимаю что надо было это сделать обновить под новый допуск вот это в сравнении уровень сравнение с 12 1 то есть в реалии скорее всего ресурс получится чуть чуть меньше но не незначительно но как бы такую закладочку в голове сделайте вот преимущественно городская эксплуатация она сразу проявляется в чем вот разжижение в любом случае разжижения просто темпе масло не догревается до таких температур чтобы выпаривать топливо эффективно через систему там вентиляции газов поэтому видите топливо скапливается ну и здесь около половины от максимального уровня максимально скажем допустимого уровня разжижения до напоминаю что отметьте видео будьте так любезны нажмите подписаться кто не подписался но и колокольчик если хотите кто-то хочет получать уведомления о новых видео ну и вот такой прогноз по данному маслу 8200 с копейками по пробегу и 330 моточасов но я повторю что если бы значит я обновил данные по по эталону то скорее всего хотя с другой стороны в общий ур общий уровень сближения двух чисел до тоже был бы более минус плюс минус вот так и есть там 300 с небольшим моточасов я считаю что данное масло может отработать в данных условиях но напоминаю что это город если была бы трасса скорее всего машина отработала бы масло отработало бы лучше ну и я так понимаю что здесь по крайней мере не отмечено у евгения скорее всего экология на месте тоже и это тоже свою грубо говоря лепту вносит ну и пробег надо все-таки учитывать пробег 311 тысяч километров 30 311 200 у машины уже достаточно такой серьезный поэтому там может присутствовать некоторые конечно износ могут прорываться газы по чуть-чуть они дополнительно в картере будут окислять масло в любом случае чуть сильнее вот но тем не менее я считаю что масло очень даже неплохо отработала стоит своих денег однозначно вот ну не знаю как альтернатива именитым конкурентам вполне вполне себе на небольшие интервалы я считаю отличный вариант можно покупать дешевле даже лучше для ресурса повторю для ресурса лучше покупать вот такое масло чем какой-то там супер-мупер навороченная и менять почаще опять же потому что в масле скапливаются металлоизноса кремний они очень деструктивно влияют на ресурс самого мотора вот тем кому важно надо почаще менять кому не важно кому важнее сэкономить средства на замене масле масло тот может использовать там и по максималу вот такой получился тест благодарю евгения за предоставлены образцы за помощь каналу все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока